Прикольный факт. Если в какую-то индустрию приходит порно, то эта индустрия начинает очень сильно развиваться. И то же самое со спортом. Если в каком-то деле появляется дух соревнований, люди понимают, что один может победить другого человека, и это будет общепризнанно, то тогда, опять же, это дело начинает развиваться бурно-бурно, все больше людей привлекает и становится больше. Порно для виртуальной реальности уже давно существует, ну а сейчас в виртуальную реальность пришел киберспорт. И сегодня я вам об этом и расскажу. Погнали! Маленькая предыстория. Ребята из компании VRTech. Они делают большое количество разных закрытых B2B проектов, но в то же время у них есть большое количество клубов виртуальной реальности по всей России и даже несколько за рубежом. Эти ребята делают свои собственные игры, и, конечно, в их клубах есть самые популярные игрушки типа Горна, типа Суперхота и других прочих. Клубы классные, продвинутые, и один из них флагмански располагается на последнем этаже торгового центра Афимол, который располагается в Moscow City. И, по-моему, это уже очень даже круто. И специально для тех моих зрителей, которые никогда не пробовали виртуальную реальность, у которых нет своих шлемов, но которые хотят попробовать, как это, убивать гладиаторов в Горне или отстреливать их кристальных чуваков в Суперхот, я совместно с клубом VR Park организую конкурс. Ребят, об этом я расскажу вам в конце видео, но там очень даже круто, специально для вас, чтобы вы смогли попробовать и понаслаждаться виртуальной реальностью. Так вот, предыстория. Где-то год назад ребята из VR Park устраивали турнир по своей собственной игре, которая называется Revolver. Это игра на Диком Западе, где вам нужно отстреливать других чуваков, которые также прячутся за укрытиями. Это всё весело, прикольно. Но самое прикольное в том, что весь этот турнир проходил месяц. И за этот месяц во все их клубы, по всей России приходили люди и играли, набивали свои очки и по этим очкам проходили дальше. В финал было отобрано 32 человека, они сразились друг между другом, и призовой фон был больше миллиона рублей. И в конце концов победил парень, у которого даже фотка есть, где он такой стоит с большим чеком, там 0+, и это всё тупо за игру в виртуальной реальности. И что самое удивительное, что в турнире приняло участие 7 тысяч человек, и было сыграно более 160 тысяч игровых сессий. Чтобы вы понимали, ребят, для виртуальной реальности это просто охренетительные цифры. И тем самым ребята из VR Park организовали самый крупный турнир во всём мире по виртуальной реальности. Вот так вот получилось. И сейчас они хотят побить эту цифру и организуют турнир совместно с Wargaming по World of Tanks виртуальной реальности, где призовой фонд это, чёрт возьми, УАЗик. Настоящий автомобиль за победу на танках в виртуальной реальности. Человек, который займёт второе место, получит крутой игровой комп, а за третье место ребята отдают шлем HTC Vive Pro. Новый шлем с высоким разрешением от HTC для VR. Блин, по-моему, это круто, потому что, ну, с такими призами VR-турниров ещё не проходило нигде. И это привлекает людей, и я надеюсь, что этот турнир у ребят получится ещё лучше, ещё больше людей привлечёт, и люди поймут, что VR это, чёрт возьми, будущее видеоигр. Все подробности, вся информация есть по ссылке в описании, но, ребят, знайте, что если вы смотрите это видео, вы можете принять участие и уехать на УАЗике с финала турнира. Блин, по-моему, это круто. Но сейчас я вам расскажу чуть более подробно о World of Tanks для VR. Пару месяцев назад ребята организовали мероприятие, на которое позвали нескольких блогеров, журналистов, и дали им попробовать альфа-версию. Я поиграл, мне понравилось, я своё мнение выложил у себя в Инстаграме, ну, а буквально вчера, 10 мая, они собрали масштабное мероприятие и объявили о запуске бета-версии и о начале турнира. Вообще, самый главный момент, если игра хочет позиционироваться как киберспортивная, она должна быть прозрачная, а должно быть понятно, что ты делаешь и что ты из этого получаешь, и почему ты проиграл или почему ты выиграл, чтобы решал только твой скилл. Так вот здесь, за все твои попадания, за все твои убийства тебе начисляются очки, и именно по этим очкам ты проходишь либо дальше, либо никуда не проходишь. Так вот, судить будут именно по тем очкам, которые вы набрали. А сейчас немного про геймплей. Основная претензия к Альфе у меня была в том, что когда ты играешь, ты чувствуешь себя каким-то кентавротанком. То есть ты не сидишь в танке, а ты как будто выше него. То есть у тебя снизу танк, а сверху ты. И такой кентавротанк выходит. Но этот эффект ребята немного подправили в бете за счет того, что добавили контроллер рук в саму VR. То есть у тебя в руках как будто такие два пульта. И на этих пультах расположены твои сенсоры управления, и поэтому тебе гораздо понятнее, что ты вообще там делаешь, и что тебе нужно нажать, чтобы сделать то или иное действие. Расскажу вам немножко про управление. Прикол в том, что у тебя есть два контроллера, левый и правый. Если ты нажимаешь крок на правом контроллере, это движение вперед. Если нажимаешь крок на левом, тогда, соответственно, либо тормозишь, либо начинаешь двигаться назад. Нажимаешь оба этих контроллера, ты начинаешь поворачиваться на месте. Направление поворота и прицел происходит за счет твоей головы. То есть куда ты смотришь, туда у тебя танк и поворачивает. Да, это, возможно, спорный момент, но по факту в геймплее это очень органично вписывается. Если выстрелить хочешь, тогда это тачпад на правом контроллере. И, соответственно, прицел это вот эта вот маленькая кнопка на левом контроллере. Если ты хочешь двигаться вперед и крутить голову в разные стороны, прицеливаться куда-то еще, тогда на левом контроллере нажимаешь тачпад. И у тебя на твоем контроллере в виртуальной реальности показывается, как будто твой чувак нажал на кнопку вот на левой руке в джойстике, которую он держит. Это управление тебе показывается перед игрой. И, в принципе, оно достаточно органично и к нему быстро привыкаешь. Основные моменты, которые были еще, вот я слышал от ребят, которые играли. У них была проблема, у некоторых, в том, что их укачивало. Объясняю, почему это происходит. Когда ты движешься вперед в виртуальной реальности, а на месте ты стоишь, у мозга происходит разрыв шаблона. То, что через глаза он получает изображение перемещающееся, а мужичком он чувствует, что он стоит на месте. И поэтому такая несостыковка и происходит вот этот эффект укачивания. Этот эффект устраняется двумя путями. Во-первых, ты играешь. Больше играешь, соответственно, больше привыкаешь. А во-вторых, именно для этого разработчики в играх делают так, что во время перемещения у тебя либо блюрится твоя картинка сбоку, либо затемняется. Я думаю, что в танках это тоже нужно будет добавить. Тогда явно ни у кого не будет проблем. По геймплею эти танки по факту ничем не отличаются от обычных, которые есть на компе. Это то же самое. Ты ездишь на танке, ты крутишь башкой влево-вправо башней, ты целишься в другие танки, ты убиваешь их и так далее. Пока что есть режим только дезматч. То есть каждый сам за себя. У тебя есть ты и есть три врага, которые тоже по карте ездят и тебя пытаются отстрелить. Картинка отлично, на графоном ребята постарались. У тебя есть и танки, у тебя есть и деревья, у тебя есть и дома. И даже разрушаемость есть. То есть ты можешь и заборы, и деревья все это сносить, и даже там некоторые стены проламывать. Короче, прикольно и неплохо. Взрывы там все это бах-бах. Но, ребят, вы сами это видите. Кстати, еще расскажу, что этот геймплей вы больше нигде не увидите. Пока что он есть только у меня. Огромное спасибо ребятам, что его предоставили. Даже для меня, человека, который не играет в большие танки на компе, это было интересным экспириенсом. То есть реально прикольно было поездить, пострелять других врагов и получить от этого удовольствие. Рекомендую каждому, у кого есть возможность, или если в вашем городе есть вот такой клуб, пойти и попробовать. Ну а сейчас снова специально для тех, у кого нету шлема VR. Я совместно с ребятами из VR Park хочу организовать розыгрыш. Я взял у них 10 билетов на 1 час, и 2 билета на 5 часов. И хочу их разыграть среди вас. То есть у вас будет возможность взять друга и прийти поугарать. Билеты будут разыграны попарно. То есть будет всего 6 призовых мест. Каждый человек получит либо по 2 билета на 1 час, либо 2 билета на 5 часов сразу. Все, что нужно сделать, это перейти по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте и репостнуть оттуда розыгрыш. Ну и естественно, вы должны быть подписаны на мой YouTube-канал и на мою группу ВКонтакте. И по результатам 6 человек из вас получат возможность взять друга и пойти бесплатно поиграть и поразрубать гладиатора в горне, либо поотстреливать чуваков из суперход, либо опять же поиграть в револьвер VR. Да короче, блин, что вам рассказываю? Огромное количество игр у ребят, и вы можете это все попробовать. Ну а на этом все, ребят, спасибо за просмотр. Если вам что-то интересное, я что-то не рассказал, то, что вас интересует по танкам, либо еще почему, пишите мне в комментарии, я вам отвечу. Вот, а также ставьте пальцы вверх и рассказывайте о видео друзьям. Ну а если вы здесь первый раз, то не забывайте подписаться на мой YouTube-канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Шед, увидимся уже очень скоро. Всем удачи и всем пока! Пока!